Сегодняшняя тема. М-препарат по уже существующим заказам, сообщил генеральный директор, Алвилос, Виталий Олейников. Сообщается, что произведенного объема препарата, почти полмиллиона упаковок, должно хватить на 4,5-5 лет. Ранее иммунодепрессант, азотиоприн, в России производило только одно предприятие, ОАО, Масхимформпрепараты, им. Симашко. Завод обанкротился, аналогов у препарата на российском рынке не было. Восстановление производства иммунодепрессанта в России стало результатом совместной работы, Алвилос, и, Растеха. Для возобновления производства в максимально сжатые сроки было приято решение о передаче разрешения на выпуск препарата. Совместная работа позволила нам нормализовать ситуацию с выпуском препарата и поставками на рынок. В случае возникновения дефицита лекарства, будут выпускаться дополнительные партии, отметил генеральный директор, РТ-Капитал, Кирилл Федоров. Препарат применяется после трансплантации органов и тканей, при ревматоидном артрите, системной красной волчанке, неспецифическом язвенном колите, псориазе и других заболеваниях. Он подавляет активность иммунной системы, при этих болезнях она дает сбой и начинает атаковать собственные клетки, снимает воспаление и облегчает симптомы. В 2017 году, писал об осизновении из аптек, азотиаприна. Тотальный дефицит длился несколько лет. Пациенты писали письма чиновникам, создавали петиции, прося вернуть на рынок жизненно важное лекарство. Доктор Питер.